Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы собрались приготовить вареники. Да-да, украинские вареники. Я уверен, что практически все наши зрители знают, как их готовить и готовили уже неоднократно. Наверняка найдутся новые зрители, которые, может, молодые хозяйки ищут рецепт вареников и не знают, как их приготовить дома без всяких химикатов, без всяких консервантов, а именно настоящие домашние украинские вареники. И мы будем готовить два вида вареников. Первый это вареники с мясом. Мы готовили колбасу, у нас остались обрезки жирной свинины, мы их отварили в течение полутора часов, бульон слили и эта свинина у нас будет для начинки вареников с мясом. Вторые вареники мы будем готовить вареники с картошкой. Мы отварили картошку, приготовили из нее пюре и с грибами. То есть не и с картошкой и с грибами, а с картошкой и с грибами. Мы зажарим грибы, сейчас покажем, как сделать начиночку для вареников и вкратце покажем, как их лучше слепить, как их заморозить. Лепить вареники можно двумя способами. Можно использовать такую вот волшебную фиговину, на которой очень быстро лепить. А можно лепить вручную. Вот я люблю на фиговине, а Лариса, так как она любит все натуральное, вот она и вареники любит лепить вручную. Она говорит, что вареники, слепленные на фиговине, это не настоящие украинские вареники. Потому что это попахивает уже промышленным производством. Также мы приготовили тесто. Тесто готовится очень просто и мы снимали видео о том, как приготовить тесто для вареников, пельменей и мант. И ссылку, естественно, на это видео я размещу в описании ролика. Итак, друзья, приступим к приготовлению начинки в первую очередь. И как вы, естественно, знаете, друзья, для того, чтобы приготовить начинку для мясных вареников, нам надо в первую очередь приготовить фарш. Мы режем мяско и перекручиваем его на мясорубочку. Мы перекрутили мяско и теперь мы будем готовить зажарку. То есть пюре у нас готово для пельменника, для вареников с картошкой. Мясной фарш у нас тоже готов для вареников с мясом. И теперь мы будем делать зажарку для тех и для других вареников. Для вареников с мясом мы будем делать зажарку из лука. Для вареников с картошкой мы будем делать зажарку из лука и шампиньона. Зажарка делается для того, чтобы придать очень колоритный вкус вареникам и чтобы они были сочные. Можно, конечно, готовить и просто из фарша, но это совершенно не то, друзья. Поэтому в первую очередь режем лучок. Режем его для зажарки на мелкие кубики, как делает Лариса. И режем, давай покажем, как мы порежем шампиньончики. И режем шампиньончики. Я тебе их сейчас подам. Лучок мы режем как можно меньше. Шампиньончики будем резать чуть крупнее. Отделяем ножку от шляпки. И режем на кубики где-то 5 мм. Вот на такие кусочки, то есть где-то 4-5 мм, мы режем шампиньончики. И точно на такие же кусочки режем весь лук. Лариса уже начала сплакать. У меня даже иногда мысли купить ей противогаз, чтобы она одевала, когда режет лук. Ну, а мы нарежем все и вернемся к приготовлению зажарки. Мы подготовили все для приготовления начинок. На большой сковородке мы будем готовить начинку для вареников с картошкой. Естественно, мы будем готовить начинку на подсолнечном масле. Хорошенько наливаем подсолнечное масло. Его можно не жалеть, чтобы начинка не была сухая. На маленькой сковородке мы готовим начинку для вареников с мясом. Тут нам надо просто взять лучок, поместить его на сковородку и обжарить до золотистого цвета. Для вареников с картошкой в первую очередь мы обжариваем грибы. Это делается для того, чтобы из них немножко выпарилась влага. В процессе обжарки я буду делать кадры и показывать, до какой степени мы его будем обжаривать. Грибочки у нас обжарились, из них полностью выпарилась влага. Теперь можно их немножко присолить. И добавляем сюда порезанную одну луковицу, которую мы приготовили раньше. И все вместе обжариваем, чтобы лук довести тоже до золотистого цвета. Наш лучок обжарился и грибочки тоже. В грибочках лучок стал практически бесцветный. Для мяса лучок обжарился до светло-золотистого цвета. На этом закончим обжарку и будем готовить начинку. Итак, друзья, продолжаем готовить начинку для вареников с мясом. Для этого добавляем в наш мясной фарш зажарочку луковую. И добавляем соль и перец по вкусу. Так как мясо у нас вареное, то совершенно спокойно его можно пробовать на вкус. Вот какой у вас получится вкус фарша, такой, собственно говоря, будет и вкус начинки. Я люблю перца побольше, поэтому Лариса добавляет его больше, чем пол пачки. Мы любим перченые варенички. Я их все равно потом еще сверху доперчиваю. А вы на самом деле можете поэкспериментировать, добавить удобное, удачное, на ваш взгляд, количество. Скажем так, попробовать фарш и всегда можно добавить. Значительно хуже пересолить или переперчить, потому что отнять не получится. Тщательно перемешиваем его. Еще тоже такой момент, то есть если мясо достаточно постное и у вас остался бульончик, в котором оно варилось, для того, чтобы вареники получились сочные, можно немножко добавить бульона в сам фарш. Но у нас фарш жирный, не будем добавлять. То есть он не должен, видите, вот он комочками берется, когда Лариса его мешает, он не должен рассыпаться, а именно должен быть такой липкий. И перейдем к приготовлению начинки для вареников с картошкой. Точно так же в картошку высыпаем предварительно сделанную зажарку из грибов, из лука. Опять же таки по вкусу добавляем соль и перец. У нас и грибочки, и картошка соленая, поэтому добавляем только перец. А картошку ты посолила предварительно пюре, да? Да, пюре я посолила. Мы попробуем, если надо было добавить, то чуть-чуть добавим, но сейчас пока не будем. Также еще в этот фарш очень вкусно добавить третий ингредиент. Это из свиного сала сделать шкварочки или выжарки и тоже вмешать туда фарш. Но в этот раз Лариса почему-то не захотела. Мы всегда делаем лук с выжарками, а в этот раз решили сделать лук с грибами. Немножко менять. Ну да, чтобы поменять. Ну, я в принципе говорю, что туда еще можно шкварочки добавить. Ну, лучше, наверное, не с грибами, а вместо грибов со шкварочками. А я бы вообще совсем. И с грибами, и со шкварочками. Ну, это да, микс такой уже конкретный. Ну, пока мы делаем так. Ну вот, друзья, наши начинки готовы. И следующим этапом нам надо будет непосредственно раскатывать тесто и лепить вареники. В первую очередь, друзья, нам надо раскатать тесто для вареничков. Сейчас Лариса покажет, как это сделать. Отрываем нужный кусочек теста. Нам надо, чтобы у нас получился круг, который находит эту формочку. Сейчас мы делаем вареники по ленивому варианту. И показываю, как делать я. Отрываем нужный кусочек теста. Какого именно размера его надо оторвать, вы поймете опытным путем. То есть, первый раз раскатаете, или больше, или меньше. И поймете, ну, как его надо, какой именно кусочек теста отрывать. Посыпаем досточку обязательно мукой, чтобы тесто не прилипало. Причем с двух сторон, потому что, когда мы переворачиваем тесто, если досточка не будет посыпана мукой, то тесто прилипнет к скалке, естественно. Очень не хватает тесто-раскаточной машинки. Очень бы она не повредила. Ты уже вообще хочешь механизировать все. Ну да, у нее все вручное, никакой механизации. Здоровая пища должна делаться только вручную. Да, накладываем наш листик. Давай второй. Вот, растянули его по формочке. И можно выкладывать начинку. Вот в эти вот углубления, чайной ложечкой выкладываем нашу начиночку. То же количество вы поймете опытным путем. Сколько ее туда надо положить. Можно переборщить, тогда вареник разорвется, когда мы его будем выдавливать из формы. на самом деле, вареники, достаточно простое блюдо но когда я готовила моя бабушка когда я был маленький мне казалось это высшим пилотажем кулинарии бабушка готовила очень вкусные варенички следим когда выкладываем на формочку следим чтобы наша начинка начинка не попала на ребрышки накрываем накрываем тесто начинку вторым блинчиком тесто ты можешь пока раскатывать дальше наручную накрываем вторым вот так вот руками продавливаем посыпаем все это мукой и скалочкой раскатываем раскатываем чтобы у нас все ребрышки полностью прорезали тесто и проявились если не прорежется где-то то вареники будут выпадать блином состоящим из нескольких из нескольких вареников чтобы все прорезали снимаем вот эту вот часть которая остается она пойдет дальше на раскатку а самими вареничками делаем следующую процедуру выдавливаем их таким вот образом или варенички аккуратненько и складываем нас присыпаем пергамент мукой чтобы они не пристали и аккуратненько складываем на пергамент всегда люблю выкладывать варенички красиво вот так вот смотрим если где-то у нас вдруг тесто не заклеилось то защипываем его руками потому что иначе при варки она вывалится но вот еще один не заклеился вот так вот руками защипываем подремонтируем так сказать и теперь нам лариса покажет как крепить вареники вручную нарезаем кружочки стаканчиком из раскатанного теста ну вот моя бабуля делала именно так убери к стакану пожалуйста и постарайся не закрывать руками как ты будешь делать чтобы хорошо было видно берем кружочек берем начиночку ложим ее в центр и потом защипываем просто вот таким вот образом все достаточно легко тоже да тоже очень легко и просто на самом деле значительно тяжелее лепить вручную пельмени потому что вареники это большая такая большая штука ну конечно когда мы делаем вареники для себя мы делаем их полностью все через форму на показываем это потому что во первых это классический метод а во вторых ну в конце концов у человека у хозяйки может не быть формы она не не хочет ее покупать а вареники муж хочет примеру конечно так немножко дольше но если немножко наловчиться и потренироваться так сказать после первой сотни вареников пойдет значительно быстрее ну ларис видно что на не одну сотню вареников в детстве слепила именно в детстве да у нее быстро получается вот так вот просто выкладываем на серединку перегибаем пополам и защипываем и когда друзья у нас готова определенная порция вареников то есть можно там вот полностью пергамент заполнить заполнен ложим их в морозилку в морозилку не скидываем пока а ложим где-то минут на 40 чтобы они полностью заморозили после этого вареники можно распаковать по порциям которые которые вы будете готовить там допустим по количеству по кулечкам полиэтиленовым и также оставить в морозилке на хранение хранится вареники с картошкой могут до года в глубокой заморозке а мы перейдем к приготовлению вареников с мясом вареников вверх вареников с мясом все то же самое и как вы заметили один из самых главных моментов приготовления вареников это обеспечить то чтобы в муке было абсолютно все весь стол вся кухня вся одежда все должно быть в муке только тогда вареники получатся правильные вот таким вот образом формуем такие как бы фарш как я говорил у нас немножко липкий формуем вот такие вот фрикадельки заправляем их в формочку тут тоже очень важно чтобы на ребра формочки не попал фарш потому что если он попадет то вареник расклеится и потом уже не склеится сейчас мы покажем как это сделать формочки ничем не отличается процесс но коль мы уже делаем и те и те вареники то и показываем и те и те после килограмм трех вареников с картошкой лариса начала раскатывать тесто значительно быстрее набралось опыта так сказать или вторая передача включилась тесто коробочки заполнены подбираем фаршик везде аккуратненько чтобы он не вылазил на ребрышки если вареники получились разного размера не беда потому что это же домашние вареники накрываем фарш а лариса пока делает тесто для вареника вручную по старому бабушкиному методу посыпаем мукой прокатываю чтобы все ребрышки у нас хорошенько проявились обожаю лепить вареники всегда когда лепим вареники пельмени не так люблю там начинка несъедобная так как она сырая а с варениками совсем другое дело причем вы знаете мы иногда лепим вареники в воскресенье утром а в субботу вечером у нас как правило гости бывают и вот я ставлю себе чекунечку водочки леплю вареники и наслаждаюсь начинками очень толковая тема хочу вам сказать и естественно точно так же выдавливаем вареники из формочки аккуратненько чтобы их не поразрывать где-то я тут видел один гаденыш разорвался это не он вот он разорвался а мы его защипнем и все будет доброе на 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 вот так вот так очень важно аккуратненько сложить по феншую потому что если не по феншую будут не такие вкусные лариса нам покажет как сделать вареники старым бабушкиным методом точно так же нарезали кружочки в середину выкладываем фаршик и защипываем также мы эти вареники замораживаем не скидывая в кучу а именно ровненько раскладывая на в морозилку на какую-нибудь досточку лучше вот так вот их оставлять на пергаменте чтобы они замерзли где-то в течение 40 минут часа потом раскладываем по кулечкам потом можем варить для того чтобы сварить вареники мы берем нужное количество воды солим ее можем бросить туда лавровый листик можем бросить душистого перчика чтобы это придало аромата самой воде доводим воду до кипения забрасываем туда вареники варим в районе 10 минут после этого можно вареники сверху заправить сметаной можно заправить луково-сальной зажаркой да чем угодно на самом деле кто-то любит с майонезом кто-то любит с кетчупом ну в общем вариантов сотни друзья тут можно просто масло, соль и перец вот так вот так вот просто все делается и быстро на выходе вы получаете чудесные прекрасные домашние вареники без капли консервантов без никаких загустителей эмульгаторов и всякой прочей бесполезной, ненужной, невкусной какашки ну а мы друзья заканчиваем на этом рецепт вареников очень надеюсь, что это видео было для вас полезным и очень вам желаю, чтобы у вас вареники получились подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всего доброго друзья, пока! пока!